В столице 6 вечера. Время новостей на Хабар 24. В студии Патагус Саркулова. Здравствуйте. Хасамжо Мартукаев направил телеграмму соболезнования президенту США Джозефу Байдену после инцидента со стрельбой в одной из школ Техаса. Потерявшим близких глава государства передал слова сочувствия, пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления. Казахстанский лидер назвал случившееся чудовищным преступлением. В США тем временем обнародовали имя стрелка, от рук которого погибли 19 детей и двое педагогов. Им оказался 18-летний местный житель Сальвадор Рамос. По словам его бывших одноклассников, за несколько дней до инцидента он отправлял им фотографии с оружием и публиковал снимки двух винтовок в социальных сетях. Кроме того, в день атаки злоумышленник выстрелил в свою бабушку. Женщина осталась в живых, ее госпитализировали в критическом состоянии. Нападавшего удалось обезвредить сотрудникам пограничной службы, которые находились недалеко от школы и бросились туда, услышав звуки выстрелов. Еще несколько правоохранителей были ранены в ходе перестрелки. Более 10 школьников получили травмы в результате инцидента, ставшего одним из самых кровавых за последние 10 лет в США. На профилактический учет, скорее всего, возьмут школьницу из Ахмолинской области, которая вместо домашнего задания принесла в лицей самодельную бомбу. Подробности случившегося рассказали в полиции. Противникам девочка заявила, что не желает учиться. Сейчас в ней работают сотрудники ювенальной полиции. Жестеную банку с проводами обнаружили накануне на подоконнике учебного заведения. Учащихся в школе не было, был сокращенный день. Около 30 человек, педагоги и техперсонал экстренно были эвакуированы. Прибывшие на место правоохранители исследовали устройство, а затем произвели контролируемый подрыв. В помещении средней школы лицей номер 2 города Кокштаб обнаружена жестяная банка с проводами. На место происшествия незамедлительно выехала следственная оперативная группа и приданные силы полиции. Специалистами взрывотехниками, совместно с кинологами и служебно-розыскными собаками проведен осмотр внутренних помещений школы и прилегающей территории. В целях безопасности граждан, согласно утвержденного алгоритма действий, принято решение о ликвидации данного устройства на месте. В этой связи был воспроизведен взрыв с соблюдением необходимых мер безопасности. Контрободисты, которые пытались провести бивни мамонтов и рога доисторического носорога в Китае, приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе главной транспорта и прокуратуры. Напомню, гражданина России задержали в столичном аэропорту осенью прошлого года. Основную часть бивни и рогов передали в Национальный музей Казахстана. Остальное их законным владельцам, предпринимателям из Якутии. Эксперты оценили контрабанду в миллиард тенье. Проблемную дорогу Алгабас-Курчун в Восточном Казахстане после нашего сюжета проверят специалисты Национального центра качества дорожных активов. С утра организован внеплановый выезд в район. Напомню, местные жители считают, что больше 100 миллионов тенье, выделенных на ремонт трассы, выброшены на ветер. За полтора года эксплуатации участок превратился в месиво, где застревают даже большегрузы. И не всегда могут проехать легковые автомобили. Между тем, заказчики, представители Акимата Курчума, заверили, что именно разрушенные 3 километра дороги отремонтированы в рамках социальной ответственности бизнеса. И выделенные на проект 126 миллионов тенге отношения к ним не имеют. В ситуации разберутся эксперты дорожной лаборатории. Будут проверяться не только 3 километра, которые разрушены, а остальные объекты состоят из 10 километров. Вот это полностью будет проверяться. Если объект еще находится на гарантии, тогда будет устранено за счет подрядчика. В результатах проверки сообщимся на следующей неделе. Казахстанским авиакомпаниям, возможно, запретят самовольно вносить пассажиров в черный список. Вина за нарушение на борту обязательно должна быть доказана в суде. Прописать такую норму в законе предлагают в Мининдустрии. В ведомстве сообщили, что только в прошлом году зафиксировали больше 800 инцидентов в воздухе. Кроме того, в Казахстане ужесточат требования по использованию дронов. Все они должны будут пройти сертификацию. Определят также специальные зоны для их полета. Также в Казахстане предлагают увеличить налог на майнинг со следующего года. Норму прописали в поправках к налоговому кодексу. Их сегодня представили в Мужелесе. Ожидается, что ставка для майнеров будет дифференцированной. Ее размер будет зависеть от стоимости электроэнергии. Чем ниже тариф на свет, тем выше налог. Стоит отметить, что сейчас криптодельцы платят 1 тенге за 1 киловатт. Тариф действует с начала года. Поправки коснутся и налогоблажения компаний, занятых в сфере елогоразведки. Их намерены освободить от обязательных платежей на начальных этапах освоения месторождений. 150 тысяч гектаров неиспользуемых сельхозземель вернули арендаторы государству. И это только за 5 месяцев этого года. Большая часть из них числилась за субъектами малого предпринимательства. Об этом в ходе брифинга сообщил вице-министр сельского хозяйства. Он отметил, что на добровольную сдачу повлияла и ставка на налог, увеличенная в 20 раз. До конца года в госсобственность планируют вернуть 5 миллионов гектаров земли. Агрокомплекс, фармацевтика, транспортно-логистическая инфраструктура. Гава правительства назвал отрасли, куда с учетом глобальных трендов будут в первую очередь привлекать инвестиции. В Кабмине разработали новую концепцию инвестполитики. Она рассчитана до 2026 года. На промежуточном заседании Совета иностранных инвесторов рассмотрели вопросы по ведению бизнеса в Казахстане, отчеты постоянных рабочих групп и ход подготовки к 34-му пленарному заседанию Совета. Отмечу, в прошлом году запустили 44 проекта более чем на 3,5 миллиарда долларов. Дополнительно проработан пол из почти 700 проектов. Ситуация с продовольствием остается тяжелой в Афганистане. Сотни детей могут оказаться на грани голода. А в Шри-Ланке людям приходится часами стоять в очередях, чтобы получить бензин и газ для приготовления пищи. Кризис продовольствия также повлиял на изготовление греческого сыра гравьера. Подробнее в нашем международном обзоре. За чертой бедности оказывается все больше афганцев. ЮНИСЕФ полагают, свыше миллиона детей до пяти лет могут столкнуться с сильнейшим недоеданием. Прогнозы почти вдвое превышают показатели 2018 года. Только в больнице провинции Кандагар за последние полгода поступило более тысячи маленьких пациентов. Продолжающийся кризис связан с разрушительной для сельского хозяйства засухой и острым дефицитом продовольствия. После захвата власти в стране талибами многие международные организации заморозили свои проекты, а санкции отрезали нынешнее правительство от финансовых резервов. Этому много причин. Первая засуха. В стране также не хватает продуктов, у людей нет работы. Объединение всех этих факторов исказалось на увеличение числа недоедающих. Я не могла прокормить своего ребенка, поэтому его госпитализировали. Он очень много плачет. Я понимаю, что это из-за голода, но ничего не могу с этим поделать. Огромные очереди образовались во многих частях шри-ланкийского Коломба. Десятки автомобилей часами стоят у заправок, чтобы купить бензин. Также очереди выстроились за бытовым сжиженным газом в баллонах. Власти страны заявили, цены на топливо вырастут как минимум на четверть. При этом ограничения на его продажу в одни руки останутся в силе. По мнению экономистов, подорожание бензина неизбежно отразится на стоимости продуктов питания и других товаров первой необходимости. У нас много проблем не только с бензином. Все подорожало. Так что топливо важно для жителей среднего класса. Но с этой проблемой приходится сталкиваться ежедневно. Я не знаю, что делать. Итак, мы ждем здесь с шести утра. Обещают, что скоро привезут бензин, но его до сих пор нет. Цены подняли, но не говорят, что нам делать дальше. Как действовать в такой ситуации? А один из самых популярных продуктов греческого острова Наксос – сыр гравьера – может исчезнуть с полок магазинов. Согласно стандартам ЕС, этот вид сыра должен быть изготовлен только с использования молока местного производства. Но из-за подорожания кормов для коров и коз на рынке возник его дефицит. Так, производство молока снизилось до 8 тонн в день. В результате фермеры стали меньше изготавливать сыр и другие молочные продукты. Мне пришлось провести убой крупного рогатого скота, который давал около 20 литров молока, чтобы сохранить тех, которые дают больше. Потому что мы не смогли прокормить всех. Думал, что увеличу поголовье, расширим участок, сделаю его более современным. А сейчас все остановилось. Сейчас наблюдается относительный дефицит молока. И это связано с ростом расходов животноводов. В результате чего поголовье скота сократилось. Было забито более 300 коров и свыше 30 тысяч овец и коз. Стало производиться намного меньше молока. Что привело к уменьшению количества конечного продукта сыра. 2022 год будет тяжелым из-за череды кризисов. Такое заявление сделала глава Международного валютного фонда. Кристаллина Георгиева отмечает, мир не стоит на пороге глобальной рецессии. Но цены на продукты и сырье продолжают расти. В группе риска находятся страны со слабой экономикой, а также государства, сильно зависящие от импорта топлива и продовольствия. И еще о событиях в мире. Ковидную амнистию объявили власти российской столицы. Правительство Москвы компенсирует бизнесу и гражданам ранее уплаченные штрафы за нарушение ограничения во время пандемии. А также прекратит взыскивать неоплаченные долги по этим нарушениям. Исключение составят штрафы за несоблюдение режима изоляции на дому во время болезни и гражданам все же придется выплатить. Амнистия вступает в силу 1 июня. Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на туристический сектор многих стран. Однако уже сегодня запущен процесс восстановления. В Азербайджане состояло 17-е заседание рабочей группы по туризму организаций тюркских государств. Участники обсудили реализацию совместных проектов. Их, к слову, оказалось немало. Подробнее о нашем материале. Как максимально использовать туристический потенциал исторического шелкового пути? Этими вопросами вновь задалась рабочая группа тюркских стран по туризму. В 17-м заседании группы приняли участие представители профильных ведомств и специалисты по туризму из Казахстана, Азербайджана, Турции, Узбекистана, Туркменистана и Венгрии. Символично, что встреча прошла в азербайджанском Шамахы – старинном восточном городе, который в ходе заседания избрали столицей туризма тюркского мира на 2023 год. Одной из главных тем стало сотрудничество в организации туров между городами, пролегающими по шелковому пути. Каждый из стран развивает по-своему активно туризм. Это и горнолыжный туризм, это и развитие национальных парков и заповедников. Но если мы объединим усилия, то мы можем очень высоко поднять традиционный шелковый путь. По оценкам международных экспертов, 46% туристов, которые выбирают Казахстан для путешествий, хотели бы посетить не только одну страну, но и две-три страны в Центральной Азии. Этим надо воспользоваться. Казахстан связывает с другими тюркскими странами около 120 авиасообщений. Но если говорить про воздушное сообщение между Казахстаном и Азербайджаном, то сегодня между странами действует 9 рейсов в неделю. Большие планы по развитию двустороннего туризма требуют больших объемов. Именно это стало главной темой обсуждения казахстанской и азербайджанской сторон. Мы сегодня предложили объединить программы, к примеру, абонементы на горнолыжные курорты. Мы знаем, что Узбекистан успешно развивает, у Азербайджана большие планы по Шахдагу, по расширению Эрзурун в Турции хорошо развивается. И мы можем сделать единый эскипас, к примеру, либо проводить дни Шахдага на Чембулаке, к примеру, или дни Чембулака на Амирсой. У нас есть прекрасная дестинация, это Актау, новые объекты и гольф-клуб, который там запустится должен, аквапарк, новые отели. Они могут стать дополнением к туристам, которые посещают Баку. За 45 минут ты имеешь возможность прилететь в Актау и продлить свой отдых на три дня, ну и наоборот. Итогом заседания стала туристическая дорожная карта тюркских государств. Также участники встречи озвучили предложение создать фонд сохранения объектов культурного наследия при Тюркском совете. А средства фонда предложили направить на создание онлайн-платформы и оцифровку объектов культурного наследия. Зауреш Думан, Козе и Айгюн Гасан, Хабар, 24, Азербайджан, Баку. Продолжаем выпуск. 90 килограммов железа, 10 стеклянных бутылок и две рыбацкие сети нашли на дне Алакуля водолазы. На то, чтобы полностью исследовать водоем, им понадобится три дня. В регионе началась подготовка к купальному сезону, а восточное побережье озера ежегодно принимает до миллиона туристов. Поэтому задачу сотрудников ДЧС и владельцев баз отдыха, а тут их больше двухсот, обезопасить территорию, в том числе и подводную. Особое внимание уделят детским пляжам. Первые дни обследования показали, что на дне озера находится очень много мусора. Для того, чтобы обеспечить безопасность купающихся, нашими специалистами со дна достаются те самые опасные предметы. Хотелось бы обратиться к отдыхающим, чтобы они сами не засоряли дно водоема, который может представлять опасность, особенно для детей. По результатам обследований будет составлен соответствующий акт. Один из лучших казахстанских университетов расширяет географию филиалов в мире. В Кыргызстане откроют первое отделение казну имени Аль-Фараби. Церемония пройдет завтра в рамках официального визита Касмужмарда Тукаева в Кыргызстан. Программа поездки обширная. Не только экономика и бизнес, но и гуманитарные проекты. После личной встречи лидеры двух стран примут участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума. Айгуля Монтаева из Бишкека с последними подробностями. Подготовка полным ходом. Еще бы событие для университета важное. На карте мира появится новый филиал казно. А по этим узорам на ковровой дорожке несложно догадаться, где. Открывать филиал вуза в братском Кыргызстане в рамках официального визита приедет глава государства. Это уже второе в мире по счету отделение. Старейший альмаматор после Стамбула. В дальнейшем открыт филиал в Ташкенте, в Каире. В Египет, в Иордании. Армения нас приглашает. Мы хотим в европейских странах открыть. Мы хотим в Индии открыть филиалы. Спрос очень большой. В мировом образовании есть престижный рейтинг. Один из них это КС. И мы, казно имена Аль-Фарабии, находимся в 175 месте. Это очень большой успех ТОП-200. Потому что ТОП-200, например, из Малайзии только один университет, из Бразилии только один университет, из Турецкого Республики. Ни одного вуза нет ТОП-200. Поэтому мы являемся лучшим университетом Турского исламского мира. Впрочем, крупные проекты у братских государств, намеченные в культуре, ставшие популярными совместные национальные состязания, поэты Су уже расширили свою географию за пределы столиц двух стран. Кыргызстан планирует пригласить Акынов на ежегодный поэтический батл еще в семь областей. Также в рамках официального визита Касанжимарта Токаева откроют памятник великому Абаю в центре Бишкека. У каждого дело, наверное, свое время. Поэтому то, что мы в прошлом году отметили год Абая, и то, что мы очень много мероприятий в прошлом году провели именно в честь празднования этого юбилея, и то, что на сегодняшний день на очень высоком уровне открывается мир Абая для кыргызстанцев, мне кажется, символично, что ставится именно памятник Абаю в это время. Обширная экономическая повестка запланированных встреч в рамках визита президента. Потенциал колоссальный. Только по итогам прошлого года объем взаимной торговли двух стран вырос на 35%. Показатели могли быть успешнее, если бы не торговые барьеры и коррупция на приграничных пунктах, говорят эксперты. Конечно, это право Казахстана требовать, чтобы это все было прозрачно и чисто. Для этого можно установить пломбы на фурах, чтобы они транзитом проехали дальше, чтобы они вреда казахской экономике не причинили. Я сравнивал статистику, скажем, Россия-Китай, у них практически бьет тютелька в тютельку. У многих стран бьет, а у Казахстана и у Кыргызстана не бьет с Китаем. Значит, и там коррупция, и там коррупция. Эту проблему надо просто выяснить и решить. Сама церемония официального визита и переговоры сначала в узком, а затем в расширенном составе состоятся завтра. Особое внимание развитию торгово-экономических связей. Это и меморандумы в сельском хозяйстве, энергетическом секторе, гуманитарные проекты, строительство крупного логистического центра на границе. Только по итогам прошлого года товарооборот между нашими государствами составил почти миллиард долларов. Казахстан в основном продает Кыргызстану газ, уголь, золото, легковые автомобили. Покупает же стекло, цветные металлы, кондитерские изделия и ягоды. Айгуля Монтаева, Азамат Саметов, Айдос Сирих Полулы, Кыргызстан, Бишкек. Другим темам воспитанники специальной школы-интерната для детей-сирот в городе Жаркенте Алматинской области в этом году снова не смогут отдохнуть в своем загородном летнем лагере. Год назад здание было признано аварийным. Его ждет капитальный ремонт. Чем же займут детей, выясняла Гульнар Шантасова. Подготовка ко дню защиты детей в специальной школе-интернате для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей идет полным ходом. Учебный год завершился и воспитанники ждут, что нынешнее лето будет лучше, чем прошлое. Тогда им пришлось все каникулы провести в городе. Здание, в котором располагался летний лагерь-интерната, было признано аварийным. На площадке они здесь оставались, играли. Затем у нас здесь кинотеатры есть внутри. Я кинотеатры смотрели, в походы ходили. Но все равно город есть город, природа есть природа. И лучше же, когда дети летом отдыхают в лагере. В этом году в здании самого интерната предстоит ремонт. Потому детей было решено определить на месяц в эту частную зону отдыха. Все расходы по договору интернат берет на себя. Бизнес по организации детского лагеря из года в год становится невыгодным, говорят предприниматели. Например, 2019 год мы 2300 мы выиграли. Мы только питание давали, остальные можно уже с своего кармана. Два года, например, 25 тысяч на 10 дней. И то это было совсем слабо. Недавно я подсчитывал ребенку, на одного ребенка 9300. Это низкие, которые цену мы набрали экономиста. Родители, откуда такие деньги? Поэтому вот тоже такой вопрос. Участвовать стоит или не стоит? В этот сезон в Алматинской области будет работать 21 загородный лагерь. Восьми из них бесплатно будут отдыхать дети из многодетных, малообеспеченных семей, а также дети-сироты. Остальные частные будут принимать участие на конкурсной основе. Цены расходов на каждого ребенка рассчитаны на 10 дней пребывания. В этом году мы планируем где-то от 27 тысяч до 40 тысяч. Это цены государственных лагерей. То есть выше ставить, конечно, мы не можем. Фонд все обучие деньги выделили. Скажем мы, грубо, по 40 тысяч на каждого ребенка. Они это подают в тендер. Частники должны выигрывать. Естественно, тут уже частники, чтобы выиграть, во-первых, они должны спустить цену. У них не получается, поэтому они и жалуются. С одной стороны, я их понимаю. Но и с другой стороны, бюджет не резиновый. В этом году на организацию летнего отдыха в Алматинской области выделяется 550 миллионов тенге. Будет охвачено более 300 тысяч школьников. Последний звонок сегодня прозвучал для 170 тысяч выпускников школ. 8 тысяч из них претендуют на знак Алтенбельга. Многие определились не только с профессией, но и с вузами. К примеру, в Усть-Каменогорске десятки выпускников получили приглашение от ведущих мировых университетов. А в Ахтубе выпускница успешно сдала экзамены сразу в 11 вузов. Выпускница НИЖ Гульнаса Манжолова отличилась не только в учебе. Она автор успешного социального проекта по оказанию помощи нуждающимся семьям. Продолжать заниматься благотворительностью Гульнаса планирует и во время обучения в УЗИ. Она поступила в 11 зарубежных университетов. С местом учебы уже определилась и в ближайшее время отправится в Калифорнию. Я поступаю на экономику. Планирую продолжить свое обучение в американском университете Пиццер, который предоставил мне грант в размере 85 тысяч долларов. Добиться такого успеха, конечно, мне помогли мои родные, моя школа, браты, мои друзья. Приглашение на обучение в зарубежных вузах получили 12 выпускников Назарбаев интеллектуальной школы. Еще 50 ждут результатов экзаменов. Учебное заведение в этом году закончили 178 школьников. Многие из них победители республиканских и международных олимпиад и конкурсов по самым разным направлениям. В будущем самым одним из главных направлений деятельности школы является развитие проектного движения. Сегодня мы имеем в нашей копилке 15 авторских свидетельств, один патент. И мы считаем, что развитие именно проектной деятельности учащихся позволит им получить практикоориентированное знание, которое в будущем можно применить на практике для того, чтобы улучшить технологию, для того, чтобы открыть что-то новое. Гранты в карманах и у десятков выпускников Назарбаев интеллектуальной школы и лицея «Блим инновация» в Усть-Каменогорске. Они также, еще будучи за школьной партой, получили приглашение от ведущих мировых университетов. Секрет успеха прост. Главное не только хорошо учиться, но и быть разносторонней личностью. Еще важен настрой и желание добиться своей цели, говорят сами подростки. И тогда уже вузы будут бороться за таких абитуриентов. На данный момент я поступил в шесть стран. В них входит Германия, Америка, также Гонконг, Катар и так далее. И выбор мой пал на Катар, так как там университет имеет хорошее положение в мире. То есть он на 12 месте по политологии. Я выбрал один из университетов Южной Кореи, который поступил. То, что я и такие же люди, как я, многие поступают в различные заубежные университеты мира, показывает, что в Казахстане очень сильно развитая образовательная система, что у нас очень самые лучшие учителя. После получения образования юноши намерены вернуться на родину и внести свой вклад в развитие Казахстана. Как признаются выпускники, сегодня для них один из самых знаменательных и волнительных дней. Однако определенность с образованием дает им возможность уверенно смотреть в будущее. На Хабар 24 новости мы продолжаем. На Каспийском побережье снова обнаружены мертвые тюлени. Туша двух млекопитающих выбросила волной в окрестностях села Акшикур. Их ликвидацией займется местный Акимат. Неизвестно, отчего погибли тюлени. В пробах воздуха и морской воды, взятых экологами, вредных для природы веществ не обнаружено. Напомню, с начала года в Тубкараганском районе найдено уже 178 туш. Ученые связывают гибель с природными явлениями. За последние пять лет климат сильно изменился. К примеру, зима становится теплее. Особенность Тубкараганского района в том, что когда дует западный ветер, он прибивает все к берегу. Наверняка такие факты гибели относятся не только к Казахстану. Каспий объединяет пять государств. У них вполне могут быть похожие проблемы. Серчане на западе Казахстана бьют тревогу. Волки нападают на домашний скот. И хотя хищников стало заметно больше, охотиться на них нельзя. Фермеры несут серьезные убытки. Около сотни голов домашнего скота загрызли с начала года в сельском округе Ояло. Пострадали в основном телята и овцы. Из-за увеличившихся случаев нападения волков, Нурбулат Мендагалиев предпочел оставить коров в селе, а не отдавать на выпас фермерам. Скот обычно мы отдаем на содержание в крестьянские хозяйства. Это удобно, потому что у хозяйств пастбища имеется пастух. Там животные находятся несколько месяцев. Но бывает, что они доживают. Нам говорят, что их съел волк. Волков не отстреливают. Их очень много развелось. Пастухи постоянно сообщают о потерях. В сельском округе 62 крестьянских хозяйства. Фермеры обращаются за помощью к охотникам и просят защитить их от степных хищников. Как оказалось, отстрел волков не проводился последние три года. Сельчане на сходах поднимают эту проблему. Но отстрела не было во время карантина. Также нынешней зимой выпало мало снега, поэтому и охотиться на снегоходах было очень сложно. Сейчас разрешение на охоту можно получить онлайн. Два хозяйства планируют объединиться, чтобы выловить хищников. Как пояснили специалисты, ограничения на отстрел ввели из-за уменьшения популяции хищников. В 2017 году в области насчитывалось всего лишь 400 волков. Сейчас их три раза больше. Лимит на отстрел ограничивается 196 животными. Одному охотнику разрешается поймать не более трех хищников. Для получения разрешения желающие должны подать заявку посредством электронного портала. Через портал ЕГОВ выдано разрешение на отстрел 186 голов. Осталось разрешение лишь на 10 голов. У охотников должно быть специальное удостоверение, зарегистрированное ружье. В течение года лимит на отстрел не меняется. Если количество волков увеличится, то и лимит будет увеличен. Но уже в следующем году весь процесс регламентируется правилами, и каждый участник должен их соблюдать. Получается, что до конца года разрешение на отстрел смогут получить лишь 4 охотника. Сельчане же требуют пересмотреть правила и уделить особое внимание отдаленным районам. А пока же они продолжают нести потери и боятся за сохранность скота. Рост Сапкану, Бладжерлгаз, Фольдар Аюпов, Хабар 24, Западно-Казахстанская область. В завершение выпуска британский пёс-путешественник по кличке Марсель стал звездой соцсетей. В преддверии платинового юбилея королевы Елизаветы II, которая любит породу корги, он объехал полмира, благодаря чему прославился у себя на родине. Личную страничку с сотнями тысяч подписчиков ведут хозяева Марселя. Каждый день они выкладывают новые видео и фотографии из поездок в разные города и страны. Нередко их любимец участвует в съемках рекламных роликов и дважды в неделю посещает пожилых пациентов в клиниках. По словам владельцев питомства, теперь они мечтают встретиться с королевой во время празднования 70-летнего юбилея восхождения Елизаветы II на престол. И к этому часу у нас всё. Напомню, все наши новости доступны также на нашем сайте 24.kz. Всего доброго, а сразу после новостей смотрите программу «Интервью». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова